Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день вторник 19 июня и как всегда перед началом напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк а мы начинаем с пары на евро доллар по паре евро доллар тенденция нисходящая сохраняется подошли к следующему области уровню поддержки в область 1.1565 и та коррекция которая на текущий момент образовалась в виде торговли выше максимум которые были зафиксированы вчера в понедельник и в пятницу на прошлой неделе на мой взгляд является коррекционным движением завершение которого даст также интересную возможность для присоединения к данному нисходящему движению с целями до 1.1462 а по паре британский фунт американский доллар тенденция нисходящая также сохраняется торгуемся сегодня уже с утра были вблизи минимальные значения которые были а зафиксированы вчера в понедельник и а в пятницу уход ниже уровня 1.3225 подтвердит дальнейший настрой нисходящего движения с целью снижения до 1.3040 ну и в этом случае а ближайший разворотный уровень у нас будет сформирован по максимуму пятницы 1.3299 а по паре американский доллар канадский доллар тенденция восходящая сохраняется сегодня уже обновили локальный максимум вчерашней торговой сессии и следующей цели по движению это область сопротивления на уровне 1.3242 ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения которые были а зафиксированы вчера по цене 1.3161 по паре американский доллар японская иена вчера смогли точнее сегодня в первой половине торговой сессии смогли уйти ниже уровней минимальных которые были зафиксированы 14 июня что в свою очередь в рамках часового таймфрейма приводит нас в фазу нисходящего движения и возможны цели по снижению до 1.10923 ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимуме который был зафиксирован вчера в области 110 73 пока торгуемся ниже данного уровня тенденция не сохраняется нисходящая по паре австралийский доллар американский доллар сохраняется нисходящая тенденция цели по снижению то область 73 10 сегодня обновили уже локальные минимумы и нисходящий тренд по австралийцу сохраняется ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 7452 по паре евро фунт вчера концу торговой сессии смогли преодолеть максимальное значение пятницы закрепились выше уровня 87 55 и продолжаем движение в боковике но фактически отбиваемся от уровня поддержки и следующий цели роста это движение в область 88 33 максимальные значения которые были в первой половине июня зафиксированы после ухода выше уровня 88 37 откроется предпосылки на продолжение восходящего движения с целями роста до 89 14 ну а если получим отбой то фактически движение в боковике по еврофунту у нас сохранится а золото продолжает свое движение нисходящие цели по движению это уход ниже минимале значений а пятницы движение ниже уровня 1275 долларов за тройскую унцию ну и далее движение по направлению на 1257 а пока на текущий момент отмечаем а ближайший разворотный уровень после преодоления которому вновь сможем говорить о о покупках среднесрочной перспективе это область 1309 долларов за тройскую унцию по нефти марки бренд тенденция нисходящая сохраняется следующие цели по снижению это уход ниже минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 72 37 но далее движение по направлению на 71 а ближайший разворотный уровень находится на максимальное значение 14 июня по цене 76 89 индекс dax а сегодня с утра смог обновить минимальные значения которые были зафиксированы вчера в области 1200 12 1780 и также данный минимум был сформирован 13 июня что в рамках часового таймфрейма и среднесрочной тенденцией на вновь переводит фазу нисходящего движения по индексу dax а предполагаемые цели по движению это область 12600 и далее на 12 тысяч 550 возврат к покупкам и на текущий момент будем рассматривать только после преодоления максимальной значения 14 июня которые были зафиксированы по цене 13 181 по биткоину вчера тот треугольник который мы обозначали на нашем вебинаре который мы все как всегда проводим по понедельникам произошел выход уже концу торговой сессии пробили а максимум который был зафиксирован по цене 6516 что дает предпосылки на начало восходящего движения на среднесрочной перспективе мы получим подтверждение в том случае если цена уйдет выше уровня 6864 доллара за один биткоин и после этого уже мы можем ожидать рост до 7800 и на 8000 соответственно а в свою очередь ближайший разворотный уровень по также данной формации отмечаем на минимальное значение вчерашней торговой сессии по цене 6321 в том случае если цена уйдет ниже данного уровня то будем ожидать возобновление нисходящего движения с предпосылками снижения до 3500 за один биткоин и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда желаю всем хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видео обзорах всем спасибо и до свидания